Не смущает экзамен. Действительно, необходимо знать язык страны, в которой ты пребываешь. Печальная участь наших эмигрантов и в Израиле, и в Америке, которые не могут сказать двух слов по-английски, проживши десяток лет. Это производит жуткое впечатление и на нас, и на те, кто принял, и на те страны, которые их приняли. Другой вопрос, что, во-первых, за этот экзамен, за сам экзамен сейчас в проекте пытаются взять с эмигрантов 5 тысяч рублей. Это большая сумма, господа. И потом я не понимаю, вот опять какая логика, какой разум, за что можно взять 5 тысяч рублей только за принятие этого экзамена. Вторая, конечно, проблема очень большая, но связанная с одной из наших бед. Есть сейчас хороший анекдот. Мне очень нравится, что в России 4 беды, 2 из них хорошо нам все известны, а 2 остальные – это дураки и дороги. Так вот, это, я считаю, пятая беда – это коррупция. Ну что такое дать вот сейчас в руки людям, каким-то комиссиям, я так понимаю, полуобщественным, состоящим из бедных людей, из учителей, предположим, или кого-то в этом роде, дать им в руки возможность выдавать такую справку, за которую еще этот человек должен заплатить 5 тысяч рублей. Наверняка сейчас начнется, там не 5, а 10 пойдет тысячи этих справок, будет море разливанное и так далее, и так далее. Вот это мне абсолютно непонятно. И потом, и третий вопрос – кто эти экзамены будет принимать и когда? Школы перегружены, все уже забито. Я представляю, иммигрантов тысячи, может быть, даже миллионы сейчас появятся. Кто? Это, значит, будет чистая профанация. Вот у меня жена учительница, она сейчас готовит одного из наших там, так сказать, соседей, он прибился, значит, помогать кому-то. Она его готовит просто из, так сказать, человеческих побуждений. Все, да? Продолжение следует...